План контрнаступления для Петра Порошенко разработал лично Александр Турчинов. Об этом заявил замминистра обороны ДНР Эдуард Басурин. Обстановка в республике по-прежнему остается напряженной. За сутки ополченцы отбили пять атак силовиков. В Донецке работает наш корреспондент Сергей Макаренко. И прямо сейчас он выходит на связь со студией LifeNews. Сергей, рассказывай твоими словами. Сейчас попробуем оценить обстановку. Что происходит? Приветствую тебя, Женя. Обстановка напряженная не только в Донецке и в Горловке, как и ранее. Также боестолкновения участились и на южном направлении в районе города Мариуполь. Что касается Донецка, то за сегодня по данным предоставленным Генеральным штабом зафиксировано более 50 нарушений так называемого режима прекращения огня. Также напомню, что сегодня крещение, как называют мирные жители, крещение огнем вышло на рекордные показатели по количеству пострадавших. По городу Донецкой, Горловке, нам известно о 45 раненых и 9 погибших, один из которых 4-летний мальчик. Что касается вооружений, которые применяют украинские войска, это по-прежнему реактивные системы залпового огня, град и ураган и ствольная артиллерия всех калибров. В частности, вот сегодня под обстрел попали не только привычные уже, к сожалению, привычные уже районы Киевский, Куйбышевский и Петровский, но и центральные районы города, из которых люди не эвакуировались все время боевых действий. Это Калининский район, под мощный удар попала третья городская больница, в которой тяжелую контузию получила женщина, которая находилась на момент обстрела в аптеке. Также Эдуард Басурин, представитель Генерального штаба Донецкой Народной Республики, заявил, что все попытки украинских силовиков, а их за сегодняшние сутки было 5, отвоевать позиции в Донецком аэропорту, потерпели поражение. Уничтожено около 20 танков, силовиков и 10 БМП. Что касается потерь среди противника, это около 200 человек погибшими и 300 ранеными. Также было заявлено о том, что в городе Горловка применилась боевая авиация впервые с лета. Предлагаю послушать его комментарий по этому поводу. Киев впервые с лета применил военную авиацию, нанеся серию ударов авиабомбой большой мощности по жилым кварталам Горловки. В результате этой бомбардировки погибло и пострадало более 30 мирных жителей, среди которых были дети. Нанесен значительный урон инфраструктуре города и жилому сектору. В Амбитане проводилось самолетами Су-24 с высоты около 5000 метров из-за облачности. То есть изначально никаких военных целей не выбирались. Фугасы просто бросали на город. Также напомню, что сообщения о поставке украинскими силовиками на военный аэродром в городе Краматорск, который находится под контролем силовиков, уже две недели поступают сообщения о фугасных авиабомбах массой 500 килограмм, которые начали применять по городу Горловки. Как сообщают военные ДНР, причиной эскалации конфликта, такого резкого, можно сказать, взрыва, послужил контратак от донецких ополченцев на попытку штурмом взять здание старого терминала, в результате которого силовики были выбиты из здания нового терминала, и вся территория аэропорта была взята под контроль армии ДНР и находится под контролем сейчас. Евгения. Спасибо за оперативность, коллега, держитесь. На прямой связи со студией с последними новостями из Донецка был Сергей Макаренко.